Это программа «Область новостей». Здравствуйте! В студии Елена Самарская и в начале выпуска коротко о главном. И дрова на колоде, и траву скосить. А новые социальные услуги, которые начали оказывать тамбовским пенсионерам, узнала Юлия Савушкина. Отдельно отмечается, что такую услугу одиноким и нуждающимся тамбовчанам оказывают совершенно бесплатным. Достаточно лишь заявить социальному работнику о том, что требуется, и помощники приедут. Горячая картошка, резиночки и многие другие детские забавы. На открытии фестиваля дворовых игр побывала Полина Болотова. Несмотря на коррективы погоды, открытие фестиваля состоялось, но праздник не заканчивается. Фестиваль будет проходить на протяжении всех трех летних месяцев в разных точках города. Восприятие мира Азы Разиной. Какие темы волнуют художника в разные периоды жизни, выяснила Елена Хромова. Работы Азы Разиной разноплановые. Рядом с классическими натюрмортами можно наблюдать космические сюжеты. Это еще раз подтверждает, что должна быть в женщине какая-то загадка, должна быть тайна в ней какая-то. Бронза чемпионата России. Об успехах тамбовских танцоров, которые смогли опередить свыше 200 российских спортсменов, расскажет Юлия Савушкина. Впервые за всю историю участия в соревнованиях такого уровня сборная Тамбовской области была представлена во всех видах программы и показала достойные результаты. Тамбовская область получит около 800 миллионов рублей на развитие инфраструктуры. По информации Управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области в одобренную заявку вошли три проекта. Это второй этап комплексной застройки микрорайона «Телецентр», комплексная застройка микрорайонов «Цнинский» в Тамбовском районе и «Олимпийский» в Тамбове. Полученные средства пойдут на строительство автодорог, сети водоснабжения и водоотведения. Проекты позволят создать более тысячи рабочих мест. По итогам планируется ввод 0,2 миллиона квадратных метров жилья. «Северные микрорайоны областного центра и ближайший пригород – наиболее перспективные территории для развития. Поэтому мы делаем ставку на увеличение объемов ввода жилья на этих территориях. Создание современной инфраструктуры станет мощным стимулом их развития», – отметил глава региона Максим Егоров. Тамбовским пенсионерам начали оказывать новую социальную услугу – помощь по хозяйству. Команда помощников готова и дрова наколоть, и деревья попилить. Достаточно только сообщить о том, что конкретно требуются бабушке или дедушке. Подробности в сюжете Юлии Савушкиной. «Здравствуйте, наш хороший. Здравствуйте. Здравствуйте. Праздником вас». «Спасибо». «У меня праздник особенный будет сегодня. Столько лет я жила, да, в таких зарослях». Освободить участок Галины Ивановны из плена ветвистых кустов спешит команда проекта «Помощь по хозяйству». Это новая услуга Центра соцобслуживания «Забота Тамбов». В числе подопечных организации около двух тысяч пожилых людей и инвалидов, которые живут на селе и требуют внимания и поддержки. «По поручению губернатора от Тамбовской области мы начали оказывать услугу, помощь по хозяйству, которая не включена в перечень стандартных услуг. Что в нее входит? Это колка дров, покостровые, опиловка деревьев, снос мелких построек. У нас заключен договор с индивидуальным предпринимателем. Приезжают ребята, мы оцениваем помощь и уже непосредственно оказываем все необходимые работы». Услугу «Помощь по хозяйству» в Тамбовской области запустили в прошлом месяце. За это время команда успела побывать в гостях у 15 тамбовчан. В основном это бабушки, которые проживают одни. Отдельно отмечается, что такую услугу одиноким и нуждающимся тамбовчанам оказывают совершенно бесплатным. Достаточно лишь заявить социальному работнику о том, что требуется, и помощники приедут. Жительница Суравы, что в Притамбовье, Ольга Мещерякова обратилась к специалистам с просьбой помочь наколоть дров. Живет женщина одна на очень скромную пенсию. Само собой денег за услугу специалисты центра просить не стали. А на месте предложили еще и траву покосить. «Пенсии маленькие, денег нет, чтобы нанести кого-то там, колоть. Или покосить. Покосить стоит 2000. Пенсии совсем ничего, маленькие. Пока купишь лекарства за телефон и все. Большое вам спасибо». Сегодня команда проекта активно помогает по хозяйству жителям Притамбовья. Однако в ближайшее время специалисты обещают охватить заботы и бабушек, и дедушек Рассказовского и Мичуринского районов. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей. Тамбовские полицейские возбудили более ста уголовных дел по фактам краж памятников из нержавеющей стали. В середине января этого года оперативниками уголовного розыска был задержан 30-летний житель Тамбова. Он пытался вывезти с Полынковского кладбища несколько надгробий. Это насторожило таксиста, который прибыл на вызов. Полицейские поблагодарили водителя такси, который, прибыв на вызов, отказался перевозить памятники к ближайшему пункту приема лома металла и сообщил о подозрительном факте в полицию. Подозреваемому судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оставаясь на свободе, он продолжил свою преступную деятельность. В итоге, на конец мая текущего года в дежурную часть отдела полиции номер 2 УМВД России по городу Тамбову обратилось более ста пострадавших. Теперь подозреваемый взят под индивидуальный контроль со стороны сотрудников уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции во избежание совершения дополнительных фактов. Подсчитывается причиненный ущерб от его преступной деятельности. Тамбовчане продолжают верить телефонным мошенникам. За сутки двое жителей Тамбова перевели им более 1 миллиона рублей. Так, 42-летняя жительница Тамбова, поверив звонившим сотрудникам службы безопасности банка, перевела на счета злоумышленников 890 тысяч рублей. Причем 700 тысяч из перечисленных денег были взяты в кредит. А вот 90-летней пенсионерке, проживающей на улице Достоевского областного центра, позвонил неизвестно и сообщила о том, что ее дочь попала в ДТП. Испуганная старушка согласилась на все условия мошенника, назвала адрес и послушно отдала 200 тысяч прибывшему курьеру. В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия по раскрытию преступлений. Жителям Тамбова и области хочется еще раз напомнить о том, чтобы они были предельно бдительны и осторожны. Не верьте звонкам незнакомых вам людей, кем бы они ни представлялись. Проверяйте информацию, которую они сообщили вам и ни в коем случае не сообщайте им свои адреса и не переводите им деньги. Если вам поступают подобные звонки, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного и вы будете в безопасности. В Мичуринске сложились теплые отношения между двумя довольно непохожими учреждениями. Под свое крыло Центр поддержки семьи и помощи детям Аистенок взяли сотрудники следственного изолятора номер 3. В честь Дня защиты детей люди в погонах устроили малышам праздник. Подробности у Дмитрия Сергеева. Детские эмоции подделать нельзя. Маленькие воспитанники Аистенка встречают сотрудников СИН как родного. В это учреждение попадают дети в возрасте от года до 8 лет, оставшиеся без попечения родителей. Сейчас здесь находятся пять мальчишек. А гости из сезона номер 3 всеми силами стараются окружить малышей теплом и заботой. Такие отношения у людей в погонах и Центра Аистенок сложились несколько лет назад. Помогали нам в опиловке деревьев, вывоз мусора, уборка территории весной и осенью. В прошлом году весной подарили нам замечательную детскую песочницу. Была проблема, ворота у нас поломались. Опять же, выручили нас наши добрые друзья, сотрудники СИН. На праздники постоянные подарки, постоянные игры. Постоянно приезжают к нам с какими-то сказочными персонажами. Вот и ко дню защиты детей приготовили целое приключение. В игровой форуме ребята искали подсказки по всей территории, выполняли разные задачи, чтобы в итоге найти сокровища. Кстати, аниматоры в костюмах – это тоже сотрудники СИЗО. К каждому визиту сюда они подходят с энтузиазмом и к подготовке относятся серьезно. Мы планируем все, расписываем каждый свой шаг, чтобы дети получили какое-то удовольствие от нашего присутствия. К костюмам у нас есть Дом культуры, который сотрудничает с нами и также нам дает костюм на Новый год, на какие-то там вот у нас с комарохами мы были, вот бабки, ежки, на все праздники. Какие вот есть возможности дать костюмы, все мы получаем в Дом культуре. Даже сундук вы сами делали? Сундук мы, да, мы его очень долго делали. Вчера целый день занимались этим сундуком. Когда после игры все встали вместе, чтобы сделать общее фото, дети вдруг радостно запищали. Угадайте, кого они увидели. Марсель! Миша! Марсель – это еще один их друг, тоже сотрудник СИЗО, правда хвостатый. Старший инструктор-кинолог из СИЗО номер 3 вместе со служебным псом показали чудеса дрессировки. И мальчишек это представление тоже очень порадовало. Ну и как упустить возможность немного потискать мохнатого гостя? Такой праздник точно оставил у малышей массу положительных эмоций. Дмитрий Сергеев, Станислав Попов, Александр Щеднов, Область новостей. В областном УМВД наградили победителей областного этапа конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». Ими стали школьники Артем Редькин из Тамбова, Татьяна Ханыкина из Стрельцов и Арина Мелехова из Жердевки. Награды за победу в конкурсе, в котором приняли участие 32 работы со всех уголков региона, финалистам вручил лично начальник управления Николай Скоков. Конкурс «Полицейский дядя Степа» проходил в течение месяца. Его участники – дети от 6 до 14 лет. Они представили самые разные поделки, сделанные своими руками, в которых отразили профессии участковых, инспекторов ДПС, кинологов, сотрудников уголовного розыска и многих других. Теперь тройка победителей будет представлять наш регион в финале конкурса, который пройдет в Москве. Центр стажировок волонтеров права провел семинар по основам предоставления правовых консультаций гражданам. Подрастающему поколению юристов объяснили суть претензий и структуру написания документа. Основная цель проводимого семинара – развитие волонтерства среди студентов старших курсов юридических вузов и людей с уже полученным высшим юридическим образованием. Участники семинара узнали о том, как правильно составлять юридические претензии, и попрактиковались в их написании. Наставники проекта помогают будущим юристам социализироваться в профессии, если можно так сказать. А юриспруденция, она любит, когда теоретические знания применяют на практике. И сегодня будет мастер-класс. Ребята разделятся на несколько команд и будут отставить свои проекты. На реализацию проекта Центр стажировок волонтеров права был получен грант. Финансирование осуществляется благодаря администрации Тамбовской области. Проект позволит улучшить качество жизни граждан региона и поможет им в полной мере использовать свои права. А студенты-юристы получат необходимые практические навыки в своей профессии. В Тамбове Данстарт – фестиваль у дворовых игр. Вспомнились несколько ушедших развлечений. Горячая картошка, резиночки и многие другие командные игры. Подробности в сюжете Полины Болотовой. Во многих дворах города сейчас активно ведется восстановление детских площадок и создание новых. Но, несмотря на это, из-за современных тенденций все реже можно встретить там подростков. Поэтому в рамках проекта спортивной направленности «Спортлайн» проводится фестиваль дворовых игр. Его цель – возрождение соседского дворового общения и командных развлечений. Вы знаете, наступает горячая пора. Это летнее время. Для подростковых клубов это особый, значимый период. Потому что у детей появляется очень много свободного времени. И они все выбегают отовсюду, бегут на улицы. К сожалению, культура проведения досуга на улице у наших детей немножечко страдает. Потому что очень много времени они у нас проводят за гаджетами. Наша задача – задача администрации города, задача подростковых клубов, конечно же, возобновить и показать правильную культуру уличного общения и дать детям понять, что уличные игры, забытые, очень даже приятные и нужные. Это Лена. Она, так же, как и многие участники, воспитанница одного из подростковых клубов. В своем она поет и играет на гитаре. За его пределами занимается стрельбой, играет в футбол и лапту. Однако о многих привычных дворовых играх Лена узнала сегодня. Мы становимся дружнее, очень часто отдыхаем на улице, вместе занимаемся спортом. Сегодня мы играли в интересные игры. Крутили обруч, прыгали на скакалке, играли в горячую картошку. Проект «Спортлайн» по итогам конкурсного отбора выиграл грант на получение субсидий из бюджета Тамбовской области. За счет этих средств и будет проводиться фестиваль. Закуплен реквизит и достигнуты договоренности с так называемыми «зелеными точками города». Несмотря на коррективы погоды, открытие фестиваля состоялось, но праздник не заканчивается. Фестиваль будет проходить на протяжении всех трех летних месяцев в разных точках города. На празднике был 51 ребенок. Для всех подготовили квест со спортивными задачами на станциях. Многие подростки впервые играли в резиночки и прыгали крест-накрест на скакалках. Хочется верить, что этим летом мы будем чаще встречать детей и подростков, которые играют во дворах и занимаются спортом на детских площадках. Полина Болотова, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей. В Тамбове открылась юбилейная выставка «Азы разиной. Восприятие мира». Оно проявляется в натюрмортах, пейзажах, абстрактных работах. Какие темы волнуют художника в разные периоды жизни, расскажет Елена Хромова. Восприятие мира художника отличается от восприятия мира простого человека. Над ним нужно размышлять, в него нужно уметь погрузиться, его нужно понимать и отчасти даже слышать. Работы «Азы разиной» разноплановые. Рядом с классическими натюрмортами можно наблюдать космические сюжеты. Это еще раз подтверждает, что должна быть в женщине какая-то загадка, должна быть тайна в ней какая-то. Таинство творчества рождается там, где совпадают зов натуры и взгляд художника. Пластическое чувство автора и живописной передачи выбранного сюжета и есть тот исток, который наделяет формой изобразительное поле картины. Моя дочь принесла необыкновенную ветвь мимозы. Она была похожа на перо птицы. Было золотое, все. Я быстренько зарисовала, потому что мимозу нельзя там, как говорят, несколько дней ждать, она вся обсыпется, все. Вот, а потом уже прошло время, я сделала композицию, я это по рисунку своему, все это воссоздала. Источником вдохновения для художника в один из периодов творческой жизни стали камни. Естественная красота, чарующие краски, разнообразие форм. Природа рисует свои непередаваемые образы, а заразина передает их посредством красок по-своему. Я была просто увлечена, и мне хотелось повторить, от камней сходить. Вот их было три. Ну и к нему, значит, нити судьбы, ведь они у нас запутаны. Вот как начнешь, как ты там, с кем соединился, как, что, чего. Твоя нить идет, идет, как дорога идет. Она сталкивается, соединяется. Ну, это наши неведомые пути. Здесь каждая линия, как изобразительный символ, придает движение рисунку. На холстах привычные образы обретают индивидуальность, благодаря личному пониманию каждой детали. Говоря о своих работах, Аза Александровна кокетничает. Кистью художника руководит исключительно душа, которую уже почувствовали первые посетители выставки. И не спрашивай то, что было. Есть секретов немного в каждом. Чтоб тепло мое не остыло, расскажи мне о чем-то важном. Я хочу тебя слушать долго, и не долго, но все же верить. И сегодня все будет. Только мы наутро откроем двери. Двери культурно-досугового центра «Мир» на выставку восприятия мира будут открыты до конца июля. Елена Хромова, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей. Тамбовские спортсмены вернулись в чемпионат России по танцам на колясках, который прошел в северной столице с бронзой. Медали сборная региона завоевала в дисциплине ансамбль, опередив почти две сотни российских спортсменов. Подробнее расскажет моя коллега Юлия Савушкина. Памятные подарки из рук руководителя регионального спорту управления спортсменам сборной Тамбовской области по танцам на колясках. Это приятный бонус к большой награде, которую команда завоевала, успешно выступив на 16-м чемпионате России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Из северной столицы спортсмены привезли почетное третье место. Три спортсмена-колясочника и их партнеры из ансамбля «Цвета радуги», заручившись поддержкой тренера, впервые представили регион в дисциплине ансамбль. Танец, принесший бронзу, команда подготовила буквально за пару месяцев до старта чемпионата. Участие наших спортсменов в 16-м чемпионате России стало по-настоящему знаковым. Впервые за всю историю участия в соревнованиях такого уровня сборная Тамбовской области была представлена во всех видах программы и показала достойные результаты. Валерий Переславцев – один из опытнейших спортсменов-колясочников региона. Занимаясь этим видом уже более 10 лет, он не раз оказывался в числе лучших. Но именно эта бронза стала для Валерия особенной. Чемпионат собрал беспрецедентное количество соперников – больше 200 спортсменов из 18 регионов. Наши обошли почти всех, уступив только команде Пермского края и хозяевам паркета – Санкт-Петербургу. Конечно, это, наверное, останется надолго в моей памяти. Санкт-Петербург – очень красивый, очень гостеприимный город. А побывать на чемпионате на таком великолепии – это просто, наверное, мечта каждого. И я очень благодарен всем, кто к этому причастен, что мне удалось посетить и даже завоевать призовое место. Танцы на колясках появились в Великобритании в конце 60-х годов прошлого века. Спустя десятилетия распространились по всей Европе. Сегодня этим видом спорта занимаются больше 5000 танцоров из 40 стран мира. В последние годы в России танцы на колясках, как отмечают тренеры, развиваются ускоренными темпами и требуют от спортсменов особой отдачи. Спорт сейчас очень сильно развивается. Соперники действительно очень серьезные. У нас главные соперники – это Санкт-Петербург, Пермь, Таша Тюмень. И, конечно же, там спорт не стоит. И вот сейчас завоевать медаль, кубок гораздо сложнее, чем это было раньше. Впрочем, достигнутые высоты – не повод для отдыха. Тренировки у спортсменов продолжаются и сейчас, минимум трижды в неделю. Осенью сборная готовится представить регион на Кубке Москвы под танцем на колясках. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. На этом пока все еще больше информации в наших группах в соцсетях и в Телеграм. Напоминаю, телефон нашей редакции – 56 46 48. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова